МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим новостям. Представлялся ровесником и заводил интимную переписку. За совращение малолетних задержан 20-летний минчанин. Знакомился с девушками, просил их скидывать интимные фотографии. Всем девушкам было не старше 11 лет. Он отправлял им свои обнаженные фотографии. В ответ требовал выслать аналогичные. Возбуждено уголовное дело за совершение развратных действий в отношении заведомо малолетних. Напоминаем родителям о необходимости ответственно относиться к нравственной безопасности своих детей, которые в силу возраста могут не понимать, что в отношении них совершается преступление. Особенно важно обращать внимание на то, чем занят ребенок в сети интернет, где легче всего встретить педофила. Перекрыт крупный канал поставки психотропов в Россию. У курьера-международника изымут 14 килограммов наркотика. Задержит 37-летнего минчанина оперативники наркоконтроля при силовой поддержке СОБРа в Смолевическом районе. С поличным. 4 килограмма мифедрона обнаружат только в белорусских тайниках. Мужчина работал на виртуальный наркомаркет несколько месяцев в качестве оптового курьера, забиравшего психотропы в Белоруссию и перевозившего в Россию. В ходе дальнейших оперативно-русных мероприятий изъято еще 10 килограмм мифедрона на территории Российской Федерации. Украсть у инвалидов больше 100 тысяч рублей и проиграть их в казино легко. Какую схему придумал работник одного из домов-интернатов Витебской области? 30-летний специалист соцучреждения в рамках служебных обязанностей должен был помогать распоряжаться деньгами недееспособных людей, оплачивать пребывание в доме-интернате и делать необходимые покупки. Вместо этого, как выяснили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями, он подделывал необходимые документы. Дальше практически все средства шли на игру в онлайн-казино. За год похитил 124 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. А это до 12 лет тюрьмы. От трех до 12 лет грозит и двоим приятелям-медвежатникам. В Климовичах они вынесут из квартиры сейф. Пока семья будет в отъезде, в их съемную квартиру проникнут двое. Знали, в сейфе хранится большая сумма. А дальше почти по-голливудски. С крыши дома один из них спустится по веревке на балкон, проникнет в квартиру и впустит подельника. Сейф внутри 25 тысяч долларов вынесут в руках, практически не оставив никаких следов. Выехав за город на берегу местного водоема, они переоделись, сожгли свою одежду и стали вскрывать сейф с помощью столярных инструментов. Пока один из них разбирался с замком, второй снимал видео происходящего на свой мобильный телефон. Это и станет главной уликой. Через несколько дней домушников задержат. Оба ранее судимы. Возбуждено уголовное дело. Продолжается и онлайн-воровство. Снова и кредитные мошенники на связи, и продавцы несуществующих товаров. Очередной минчанке позвонят с рассказами о неких преступниках, которые через ее интернет-банкинг проводят финансовые операции. Действительно, на балансе лишняя сумма денег. Этот кредит якобы и поможет поймать аферистов. Он мне дал номер карты. Я перевела на эту карту деньги. 4 тысячи рублей в кармане у этих мошенников. И еще больше тысячи у торговцев воздухом. Один столичный житель хотел в соцсети купить обувь. По 100% на предоплате, конечно же. Решил заказать две пары кроссовок в интернет-магазине в инстаграме. Попал якобы на акцию. Было 20% скидки. И две пары выходило по 430 рублей. Вторая купилась на слишком выгодное мебельное предложение. Надо было внести 100% оплату, либо же заплатить бешеные деньги курьеру. Естественно, мы внесли эту оплату. Нам прислали официальный договор. Получив деньги, мошенники тут же сворачивали свою торговую деятельность, переставали выходить на связь и блокировали аккаунты. И это все на сегодня. Криминальную хронику рассказываем в телеграм-канале тревожной кнопки эфирный обзор утром, по вторникам и четвергам. И итоги подводим по пятницам на ОНТ. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин